Дорогие друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Как у всех прошли новогодние праздники? Надеюсь, что хорошо. Лично я провёл Новый год и последующие несколько дней в доме семьи Мики. Справили хорошо. Поиграли в разные японские игры, как в карточной, так и различные на приставках. В Марио Карт я проиграл. Вообще сложно достаточно. Отснял разный материал о японских новогодних блюдах о сэчирёре, про которые я говорил ещё в видео о том, как японцы справляют Новый год. Также снял поход в храм. Наложу потом голос на видео, обработаю, выложу всё обязательно. Также в последнее время задумываюсь о том, что нужна камера для съёмок на улицах и в прочих местах. Всё-таки идей очень много, но на мобильный снимать что-то не очень хочется. В скором времени хочу начать новую рубрику на канале, которую ещё никто не делал. Но говорить пока не буду, ведь вы же знаете, как бывает. Многие только берут идею у других. Также в ближайшие дни ждите историю о том, как я познакомился со своей девушкой Мики, а также отношения с японскими девушками. Сегодня я хотел бы рассказать вам об одной интересной вещи, а именно о волосатости японцев. Думаю, среди моих подписчиков процентов 90 хотя бы хоть раз видели японские фильмы для взрослых, а можете вообще все 100. И я думаю, многие задавались вопросом, почему же японские девушки не бреют лобковые волосы? Как бы в Европе и Америке это считается, если не обязательным, то нормой. Ведь так чище плюс уважение к оппоненту и многие другие факторы. Но вот почему-то японские девушки трепетно выращивают заросли из года в год, даже не думая о том, чтобы их сбрить. Причин этому несколько. Во-первых, девушка с бритыми лобковыми волосами считается девушкой лёгкого поведения, другими словами, проститутка. Во-вторых же, так как все не бреют, это считается нормой. В стране, где развитые онсыны и общественные бани, девушка с бритыми лобковыми волосами будет как белая ворона. Все будут пристально смотреть и обсуждать, опять же думая, что она проститутка. Японки не хотят выделяться. И в-третьих, это просто геморрно. Уж если парень побреет и пойдёт на общественные источники, то это будет темой обсуждения на несколько недель. Но есть ещё одна причина, наверное, одна из самых главных. Японские парни любят волосатых девушек. Расскажу случай. У меня есть подруга из Швеции, и она начала встречаться с японским парнем, которому 32 года. И, конечно же, мы говорили о её личной жизни и о японцах как и в отношениях, так и в постели. Всегда интересно узнать о различиях культуры и мышления людей. Об этом я расскажу в другом видео подробно. Так вот, её парень после пары недель интимных отношений начал говорить фразы. А зачем ты бреешь? Это же неправильно. Отрасти, пожалуйста. Так её доставали неделями, и в итоге ей пришлось отрастить лобковые волосы. Суровые японские отношения. Но могу обрадовать парней. Если девушка встречается с иностранцем, и отношения достаточно серьёзные, то она, в принципе, без проблем соглашается расстаться со столь бережно выращенными волосами. Но уходить в общественные купальни уже не будет. Далее же немного о волосатости. У некоторых, даже молодых японок, растут усики, которые они бреют. Также они бреют руки, ноги, спину и вообще любую растительность на теле, кроме лобковых волос. Такое уж мышление в обществе. Но отдельной истории заслуживает рассказ о подмышках. Парни, почти все, если не все, не бреют подмышки. Летом на это невозможно смотреть. Стоят кучи японцев в футболках, из подмышек которых растут кусты. Такие большие кусты. Лично я считаю, что подмышки нужно брить. Во-первых, потому что человек имеет свойство потеть. И с волосами тупо грязнее. Ну и эстетическая сторона вопроса. Но что было для меня шоком, так это то, что иногда и девушки отращивают кусты подмышками. Стоит перед тобой в метро такая милая девушка. Худенькая, в мини-юбке, сексуальная. С очень милым личиком и огромными такими хлопающими глазками. Тут пояс дергается и она вскидывает свою миленькую ручку, чтобы ухватиться за поручень. И тут куст. Огромный, преогромный куст рвется на свободу из подмышки. В общем, мораль. Не ведитесь на внешность, не посмотрев на подмышки. Ну или как-то так. И кстати, я не шучу, это правда так. У мужчин почти никогда не растут волосы на груди. И мужчины сами же считают это отвратным. Девушкам же наоборот нравится. Вот такие вот дела, друзья мои. Если ваша вторая половинка японской национальности, то советую проводить лекции по волосатости на теле. На этом все. Ждите много новых интересных видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписывайтесь на группу и поддержите меня. Ведь без вашей поддержки каждое видео делается намного медленнее. Ведь я грущу. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok